В марте месяце нам предстоит провести очень важное спортивное мероприятие. Это впервые мы такое проводим. Хочу сказать, что спорт, конечно, любой профессиональный спорт начинается с любительского. Во всем мире набирает тренд проведения любительских соревнований по виду спорта. Очень большое количество участников собирает подобные соревнования. В этих соревнованиях участвуют либо бывшие профессиональные спортсмены, либо совсем начинающие любители. Проводятся в различных возрастных категориях. Буквально в эти даты, когда будут проведены первые всероссийские игры среди любителей, будет проведен чемпионат мира по конькобежному спорту в Крылатске, тоже среди любителей. Поэтому мы считаем, что это направление действительно очень важным. И хочу поблагодарить и Александра Владимировича за поддержку этой инициативы. Потому что, во-первых, Александр Владимирович сам занимается спортом, очень активный спортсмен, занимается триатлоном. Поэтому и в Ижевске действительно очень большое внимание уделяется развитию спорта. Поэтому мы, я думаю, что это такое первое соревнование у нас. А летом мы проведем уже всероссийские игры по летним видам спорта. Поэтому я знаю, что уже заявилось большое количество участников. Большое количество участников. Мы будем этот тренд поддерживать. Очевидно, что любительский спорт в России, в частности, набирающий такой обороты тренд, прирост количества вовлекаемых в любительский спорт ежегодно более 300%. Мы понимаем, что это не просто ЗОЖ как таковое, это экономика. Причем экономика очень большая. Ежегодно наши любители, и я среди них был в числе их, за рубеж вывозили миллиарды рублей, участвуя в соревнованиях по разным самым видам спорта, зимой и летом. И мы видим, как за последние буквально 3-4 года количество качественных соревнований в России увеличилось кратно. Я могу привести пример, когда в 2013 году я первый раз прошел триатлонную дистанцию Ironman, я был, по-моему, 147 или 148 вообще в России, кто это сделал. Сейчас уже более полутора тысяч, и тогда не было ни одного старта. Я помню, был только в Перми какой-то дикий Ironman по лесам, по полям. Сейчас у нас уже две дистанции, Алексей, по-моему, две дистанции. Титан делает, Айрон Стар и А1 Санкт-Петербург. Три дистанции Ironman, уже много дистанции Half Ironman, Олимпийские, переплываем Волгу. Беговые соревнования, их огромное количество. Повторюсь, это огромная экономика. Я, как глава республики, Павел Анатольевич, как министр спорта, заинтересован, чтобы наш турист оставался в России, тратил деньги здесь и получал ответ на свой запрос, как спортсмена. Поэтому это первая причина, почему мы делаем. Вторая причина, посмотрите внимательно, любительские игры уже проводятся в формате Олимпиады. В Новой Зеландии десятки тысяч, по пятним видам спорта, прошла Олимпиада, среди любителей десятки тысяч спортсменов и зрителей приняли участие. Поэтому можно сказать, что вот такое объединяющее соревнование, я бы вообще назвал чемпионатом России среди любителей, оно первое, это проба пера. Я уверен, что при поддержке Министерства спорта Российской Федерации это направление будет развиваться, и регионы впоследствии будут бороться за право проведения зимних и летних видов спорта. Чемпион Удмуртии это было престижно и очень круто. Это почет, уважение, это огромная конкуренция. Почему это нужно? Мы сейчас зависим от информационной внешней повестки. Захотят – пустят на игры, не захотят – не пустят на игры. Причем даже особенно не спрашивая, не объясняя причины и так далее. Вот чтобы нам, я считаю, чтобы меньше быть уязвимым в этом смысле, нужно повышать уровень и качество своих соревнований. Собственно, что мы и вот вместе с Министерством спорта делаем. Берлон всем интересен. Многие хотят попробовать. Ну, вы знаете, это оружие, соответственно, попадаем под закон об оружии. И достаточно большие ограничения с этим видом спорта есть. Но желание есть. У многих все хотят попробовать. И вот Александр Владимирович уже сказал, в декабре месяце мы провели очередную жесткую винтовку, где в рамках этих соревнований были проведены первые любительские игры по биатлону. Любительские соревнования. Калашников биатлон фест. Многим понравился, все хотят продолжить, поэтому у нас есть желание дальше двигаться в этом направлении. Что касается оружия. Так как настоящие винтовки, белокалиберные, калибры 5,6, они подпадают под закон об оружии, здесь мы воспользовались другими винтовками. У нас на концерне Калашникова есть прекрасная винтовка. Она максимально унифицирована с этой боевой винтовкой B7-4. Называется B7-5, пневматика газобаллонная, калибр ее там 4,5. Силы выстрела достигают не более 7,5 джоулей. Никого не отбросит, да, случайно так на старте? Мишени стоят на расстоянии 10-15 метров, и под лицензию она не попадает. Если я ничего не путаю сейчас, то 237 комплектов медали будет разыграна. И, соответственно, это вот и дает, знаете, особый драйв этим соревнованиям. У меня вот из триатлона была такая история, что мне звонит один из наших участников и говорит, Алексей, вы можете категорию сделать 75+, потому что у нас была категория 70+, и я думал, что этого достаточно, а ему 82 года, он говорит, слушай, я с 70-летними не могу соревноваться, сделаю категорию 75+. И, ну, мы, естественно, пошли навстречу, мы это сделали. В любительских соревнованиях каждый финишер получает медаль финишера. Вот так она выглядит. Не обязательно вести с собой оборудование. Оборудование можно взять в аренду на площадках. И это тоже был один из запросов от участников, потому что нужно ли вести с собой. Соответственно, то есть нет, не обязательно с собой вести, все можно взять в аренду там на местах. Для каждого участника был разработан стартовый пакет, в него входит специальная шапочка, ну, то есть зимняя шапочка, затем майка стартовая, собственно говоря, с номером участника, и, если я ничего не путаю, там есть еще кружка, термокружка. Собственно, это каждый участник получит. Именно поэтому мы и, знаете, у нас там очень много было споров или там критики по поводу того, почему мы берем стартовые взносы с участников. Именно поэтому мы и берем стартовые взносы, потому что, то есть, сувенирная продукция, ну, стоит денег, и это абсолютно нормальное явление, то, что, ну, когда ты платишь, у тебя появляется ценность, когда у тебя это бесплатно, это такая история очень сомнительная, скажем так. Ну, во-первых, стартовый взнос – это вообще, это нормальная практика. Все любительские такие, скажем, соревнования и везде, и за границей, и везде, они предполагают стартовый взнос. Он идет на организацию самого мероприятия. Безусловно, конечно, стартовый взнос в полном объеме не окупает проведение соревнований. Но если это развивать, если делать его более популярным, в конечном итоге, в принципе, что соревнование должно само по себе само окупать. Центр Медивидова, на котором пройдет часть соревнований, на котором проходила лжевская винтовка. Я, как спортсмен, могу оценить, что, конечно, покрытие в очень классном состоянии, и по освещению, конечно, нам предстоит, наверное, в будущем реконструировать основные сооружения. Но в целом и этот комплекс, и стадион «Купол», находящийся в черте города, и другие объекты, они полностью готовы на высоком уровне провести заявленные соревнования. У нас здесь сомнений нет. Инфраструктура для проживания и вопросы логистики тоже у нас все решены. Я еще раз повторю, мы провели достаточно большое соревнование, лыжный марафон, и обеспечили подвоз спортсменов на шаттлах, на автобусах. Поэтому здесь, я уверен, у нас никаких проблем не возникнет. На самом деле цель не столько, чтобы глава или чиновники официально участвовали в цель, чтобы мы провели на очень высоком уровне это мероприятие. Я уверен, у него большое очень будущее. У меня нет сомнений, что регионы будут бороться за право проведения, и это еще больше подстегнет развитию любительского спорта в России. Вот это главная цель. А где стартовать, если не в Удмуртии? Где спорт, собственно, это синоним нашей республики. Удмуртия и так без чего-то особенного, без придумывания удивляет, заряжает. На любой вкус есть, соответственно, у нас предложение. От музея Петра Ильича Чайковского до промышленного туризма мы к этому времени уже постараемся сформировать некоторые маршруты. Но про гастрономический туризм вообще нечего говорить. У нас неделя-то гастрономический праздник. Сейчас мы просто формируем специальные маршруты для тех, кто будет участвовать. У них в пакете будет возможность до соревнования и после посетить те или иные достопримечательности или туристические маршруты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!